В разгар лета у столичного сада Эрмитаж есть шансы стать доходным местом. Привлеченная сенью вековых деревьев, испытывающая жажду культурных впечатлений, публика, несомненно, будет рада побывать в расположенном здесь театре сфера. Именно здесь дает премьеру своего спектакля «Доходное место» режиссер Александр Коршунов. Репортаж Елены Шостаковой. Я понимаю, что есть руки к вам. Я же готов даже на преступление, чтобы только купить. Ваша любовь, я же готов заплатить свои бесчестия. Театр сферы – это театр выразительных композиций, бешеной динамики, сильных и ярких чувств. Спектакли этого театра никого не оставляют равнодушным, вызывая горячие споры и у критиков, и у зрителей. Настолько они всегда непривычны и неординарны. Множество блистательных литературных имен украшают афишу сферы Чехов и Румилев, Набоков и Шукшин, Стринберг и Олеша. И для этого театрального дома это всегда эксперименты. Как в репертуар театра попала старая, проверенная временем пьеса Островского? Во-первых, как считает режиссер Александр Коршунов, когда не поставь, доходное место всегда окажется в созвучном времени, если только не бездумно инсценировать, а действительно принять Островского близко к сердцу. Он и вечный, так сказать, драматург, и необыкновенный, мне кажется, своевременный для нас, потому что в нем есть заряд той душевности и духовности, тех высших мерок, без которых и нынешнее наше, так сказать, бытие не может состояться. Легкие декорации, вневременные костюмы – это для того, чтобы у зрителя оставался простор для фантазии. И та неповторимая атмосфера, которая исходит от фотографий, где доходное место запечатлено в разных спектаклях – Малого театра, театра Мерхольда, театра Сатиры. Момент какого-то духовного богатства, накопления уроков великих, так сказать, то, чему же нас учили, как бы вот это хотелось бы впитать и, так сказать, двинуться как-то, так сказать, по-своему дальше. Главная тема спектакля, поставленного Александром Коршуновым – тема «Исчезающие мечты», которая, наверное, у каждого была в юности и которая с течением жизни утрачивается, ломается из-за предательств, измены себе и близким. Актеры очень точно передают это зрителю, работая в лучших традициях русского психологического театра. Елена Штакова, Александр Подкоха, Служба информации и телеканала «Культура».